Доброе утро, с вами Катерина Сброгер, меня зовут Рахип Андрей. Как обычно, за 15 минут до начала торгов в Москве мы с вами обсуждаем ситуацию на рынке и общий фонд для принятия инвестиционных решений. Ну, пятница у нас, в прошлой неделе, завершилась не так катастрофично, как могла бы быть, не как мы и ожидали. Вот, оказалось, все не так плохо, как могло бы быть. Ну, соответственно, этой неделе у нас в начале, может быть, в начале торгов может быть определенная спокойствие, может быть какая-то апатия, потому что все будут ждать решений, которые будут, резолюцию ООН, которая должна быть принята сегодня. И, соответственно, завтра у нас, завтра у нас собираются главы ЕС для обсуждения, соответственно, санкций по России. И вот, так что два дня международных переговоров и очень высоко вероятность, что это ничем хорошим для нас не завершится, по крайней мере, в западной прессе. Очень идет большой прессинг на поводу того, что во всем виновата Россия. Ну, давайте посмотрим, что у нас на рынках происходит. И, соответственно, уже посмотрим определенные бумаги, которые были бы на сегодня интересны. Хотя, в общем и целом, скажем так, предупреждая дальнейшее свое представление, скажу, что от покупок я буду рекомендовать, по крайней мере, на сегодня выдержаться. Вот. Ну, давайте по порядку. Значит, Америка у нас в плюсе закрылась на хороших корпоративных новостях. Тут, собственно, у Nasdaq больше всего в плюсе на 1,5%. На росте гугла тоже поправилась. Поправился Nasdaq и Dow. А и сегодня у нас с утра торгуется в... Ну, больше в минусе, как видите. Минус 0,7% у нас торгуется Topic. И, соответственно, Япония где-то в небольшом минусе тоже торгуется. Торгуется Китай. Важно, какой-то макроэкономической статистики у нас с утра не выходило. Поэтому, как видите, все достаточно... Достаточно вяло и пока что безидейно. Комодитис у нас... Давайте посмотрим, что у нас в комодитис. Ну, комодитис у нас на начало дня тоже достаточно вяло торгуется в ноле. Можно сказать, нефть у нас стабилизировалась где-то в районе, как видите, 107 долларов за баррель. 108 прокололи. Но, соответственно, как-то выше не пошли. Факторы и общий спрос не позволили. Ну, соответственно, скорее всего, сейчас уже будем консолидироваться. Ну, поскольку от 108 у нас ничего не получилось, будем консолидироваться в текущем диапазоне около 106 до 108. Да, потому что с Ираком там ситуация уже не такая напряженная, как вы видите. Но с геополитической ситуацией с Россией на поставки нефти не повлияет, потому что, как видите, у нас все зависит именно на нефти. Так, да, это что касается внешних факторов. Ну, внешний фактор у нас, считайте, нулевые и, скажем так, внешний фон нейтральный. По макроэкономике у нас сегодня вроде как только... Да, ну, ничего особо интересного у нас происходить не будет. Так, да, да, у нас тут особо ничего интересного нет. Ну, собственно, для нашего рынка макроэкономика сейчас в моменте, ну, в течение, по крайней мере, двух-трих дней до конца недели не столь интересно. Более интересно именно вот те события, которые я сказал, что у нас решится со сбитым Боингом. Как будет реагировать мировое сообщество на еще пока неотличные вопросы. Итак, по поводу пятницы, да, хотел бы парочку слов сказать. Протроговались мы с вами вчера, ну, вчера, когда-то, в пятницу по индексу МВБ на 40 миллиардов. Это вообще такой средненький объем. МВБ у нас открылся, ну, скажем так, не то, что средненький, чуть выше среднего. Особенно, если брать последние полтора месяца, когда у нас объемы были на минимальном уровне. То есть, вот эта зона, когда у нас уже объемы, собственно, были никакие, рынок дошел до стадии, до, можно сказать, как это называется, до равновесной точки. И, соответственно, тут уже объемы были небольшие. В пятницу, в четверг у нас, естественно, объем торгов значительно возрос, в том числе, не в последнюю очередь, за счет новотека. Новотек у нас, да, как компания попаша под санкции, как на ближайший конкурент Газпрома попала под сильную волну распродаж. И в пятницу, ну, в пятницу, насколько вы помните, с утра мы там ожидали падения чуть ли не на 3%, но по факту мы с вами упали где-то проценты на полтора. То есть, не все так оказалось печально, это, конечно, хорошо для нашего рынка, но идеи на... и какие-то даже эмитенты у нас выскочили чуть ли не до уровня открытия четверга, то есть перед большим падением. И это внушает определенный... определенный оптимизм. Значит, ну, по моему мнению, в начале недели, там, какую-то первую половину, если ничего страшного на ООН, ЕС, какие-то очень громкие заявления не будет, все обойдется сдержанными высказываниями, как обычно делают европейские политики. Да, если будут сдержанные высказываниями, то мы можем благополучно уйти в коррекцию где-то на неделю. И, ну, в коррекцию я имею в виду относительно текущего движения. И рынок у нас может даже отрасти по индексу МВБ куда-то на 1460 пунктов, то есть до предыдущего локального минимума, вот которую, по пробитии которого можно было говорить, что мы вошли в фазу нисходящего тренда. Так что так. Значит, из защитных бумаг у нас, естественно, пока остаются сургут нефтегаз, префы. Если у вас сейчас есть бумага портфеля, я бы не рекомендовал ее продавать, просто я думаю, что вполне ее можно держать. Объем распродаж, да, после выплаты дивидендов у нас были не очень, тут больше народ как-то пытался даже откупить на определенных проливах. Ну, и по волатильности именно после дивидендов у нас сургут нефтегаз, в общем-то, хорошо держится. Это раз. Второй момент. ВТБ. ВТБ, вот как раз эта бумага, которая дошла до уровней, до уровней открытия четверга. Ну, тут до уровня открытия четверга, конечно, еще чуть-чуть ей надо уйти, но, тем не менее, это как раз вот такие вот жесткие откупы бумаги. Бумаги свидетельствуют о том, что уже ВТБ у нас корректировался и пока особо падать не хочет. И хотя до этого я, да, до этого у меня тоже были, как вы помните, рекомендации в основном на покупку. ВТБ вот уровня где-то на 4,1, да, 4,1 копейки. Но тут, собственно, текущая картина, то, что бумага возвращается даже после таких жестких проливов и в течение дня ее выкупают. Это, на мой взгляд, свидетельствует о том, что дальше бумагу уже продавать не хотят. Тем более, по сравнению с рынком, она уже упала вот до тех уровней, которые была в апреле, в марте, в апреле. Поэтому ВТБ это бумага номер 2, которая, может быть, если не будет расти, то, по крайней мере, не будет падать. То есть, можно в какой-то степени использовать его как защитный актив. Но тут, опять же, ситуация такая, что если будет падать хотя бы ниже закрытия пятничного, ну, тут уже можно сказать, что срыв произошел и бумага пошла в разворот. Вот. Да, ну, это из таких, из таких тактических соображений. Так что, если сургутим всегда сплепки, ВТБ, в крылькосрочной перспективе, ну, такие вот защитные, защитные активы. Из того, что, что у нас еще имеет шанс разогнаться. Так, давайте, Сбер, насколько я... Так, ну... Так, один момент. Да. Сбер у нас 2 дня... Да, 2 дня падал. А, собственно, если будет коррекция куда-то до уровня 83.10, 83.00, то это хороший уровень именно для открытия шортов. То есть, по рынку сейчас открывать шорты по бумагам, которые сорвались уже поздновато. Но, вот, по Сбер я вспомнил, потому что это достаточно техничная бумага. И второй раз проверить уровень на прочность другой стороны для Сбера, это вообще стандартное мероприятие. Первый момент. Второй момент. Не закрытый гэп от смены сессии со среды на четверг. Именно как раз на уровне 82.50, как вы видите, не закрытый гэпчик. Так что, от закрытия этого гэпа тоже, я думаю, можно открывать короткие позиции в текущих-то условиях. Это, в принципе, укладывается как раз в ту картину, про которую я говорил, что, ну, по многим вообще бумагам образовались гэпы. Особенно со среды на четверг, еще не закрытые. Поэтому, в отсутствии каких-то сильных негативных новостей, мы можем скорректироваться. Под открытие шортов, это, на мой взгляд, вообще оптимальный вариант, когда нас немного откупают, но и после этого там дальше начинают продавать. Потому что общие идеи, глобальные идеи роста на нашем рынке я сейчас не наблюдаю. Сейчас только какие-то общие негативные вещи, связанные с макроэкономикой, с экономической и политической изоляцией. И, да, ну, чтобы наш рынок рос, вообще, чтобы фондовый рынок рос, должна быть какая-то одна идея. Сейчас я, честно говоря, пока ее не вижу. Бумаги еще недостаточно дешевые, чтобы их покупали просто так. И какого-то интереса не наблюдаем. Значит, что касается доллар-рубль. Доллар-рубль, да, вот у нас уже там подрастает немножко в понедельник. Но, как видите, стабильнее. То, о чем мы с вами говорили. Значит, так, давайте по объему посмотрим. А, ну, объемов мы тут сейчас не видим. Значит, по рублю до цели где-то около 35, ну, 35,5, конечно, смешная цель. Но до 36, в принципе, нас тоже могут задернуть. Судя по динамике рубля, еще пока на наш рынок никто собирать не покупается. Поэтому тут я бы выдержался от... Да, выдержался от продаж доллара. В принципе, под покупку доллара, сами понимаете, сейчас неплохой вариант, но, опять же, с управлением позиций внутри дня. Так, ГМК. ГМК, кстати, так же, как и Тайпнефть у нас, находится в таком восходящем канале. Соответственно, Да, ну, до ближайшей поддержки тут где-то и где-то идти... Тут где-то идти, но уже совсем немного, около процента. Технически, естественно, тут основная идея пробития вот той поддержки, которую я нарисовал. Она очень хорошо видна, и очень маленькая вероятность того, что у нас будет от нее отскок. Потому что это те технические паттерны, которые отлично видны. Они в очередной раз, конечно, уже срабатывают, скажем так, с меньшей вероятностью, чем, прошу прощения, не срабатывают. Так что с ГМК, в принципе, ситуация такая же, как и со всеми. Пока в ближайшее время коррекция, при ухудшении ситуации, то у нас может быть дальнейший срыв. Но если вы открыли шорты, то продолжайте держать. Закрывать их рекомендовать не буду. Да. Ну, так, в общем, основные бумаги мы с вами обсуждали. Так, ГМК. ГМК и сказал, Сбер сказал, Сбер сказал, ВТБ сказал, и Новотек тоже рассказал. Про рублю мы поговорили. Ну, про фьючерсный индекс РТС тут, в принципе, ситуация стандартная. Та же, как и по тому же с первого. Будет коррекция, надо шортить. По текущим уровням по рынку я бы сейчас не стал заниматься такими делами. Все, 10.00. Я думаю, что пора переходить к терминалам и, соответственно, готовиться к к началу торгов. А они уже тут, собственно, идут по полной программе. Все. Всем спасибо за внимание. Смотрите нас на YouTube. Присоединяйтесь завтра в это же время в 9.40. Со мной встретитесь послезавтра в среду. А завтра мой коллега Дмитрий Шагардин подходит к эстафету нескончаемую. Все. Всем спасибо за внимание. До свидания.